Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено такой процедуре, как получение посылок в Новой Зеландии. Дело в том, что в Новой Зеландии очень ограниченный выбор многих товаров, и поэтому здесь очень популярен онлайн-шоппинг. Те люди, которые заказывают товары за границей, их очень часто интересует вопрос, а придется ли платить налог на таможне. И сегодня мы поговорим именно об этом. Перед вами сайт таможни New Zealand Customs Service, кстати, который вы можете изучить более детально, если вас интересуют вопросы, касающиеся того, что можно ввозить в Новую Зеландию, что нельзя, и в общем все вопросы, касающиеся таможни. Сегодня мы в разделе, который называется What's My Duty. Это специальный раздел сайта, который посвящен именно посылкам, импорту товаров из-за границы в Новой Зеландию. Если вы нажмете сюда, Calculate Duty and GST on your purchases, то есть рассчитать налог и GST, это налог на добавленную стоимость, как НДС, на ваши покупки. Нажимаем сюда, и справа сам калькулятор, который дает вам приблизительную стоимость того, сколько вам придется заплатить, либо не придется вообще платить. Но прежде чем мы к нему приступим, я бы хотела обратить ваше внимание на вот эту часть, где более подробно расписано, где говорится о том, что What's My Duty – это своего рода калькулятор, который дает вам понять о том, придется вам платить за ваши посылки, либо не придется. И также написано, что если сумма налога составляет меньше 60 долларов, то она опускается, то есть вам платить не нужно. Но если сумма достигает 60 долларов и выше, соответственно, вам платить нужно. Также здесь есть ссылка на Customs Website, на сайт таможни, и очень интересная ссылка как Customs Rates of Exchange. Если мы сюда нажмем, вы увидите курсы валют именно таможни, потому что они могут немного различаться в различных банках, в таможне. И в зависимости от того, какой валютой вы рассчитывались, например, если вы делали заказ в Америке, соответственно, вы рассчитывались американскими долларами. Если вы покупали что-то, не знаю, в Австралии, например, то вы рассчитывались австралийскими долларами. И здесь вы можете посмотреть курс на ближайшее время. Здесь даже указаны даты. Вот, например, с 23.10.00 по 5.11.00 курс будет таким. И дальнейший, с 6.00 по 19.11.00 курс будет следующим. Вы ищите свою валюту, например, если это United States of America, вы смотрите, что курс 0.69, потом он будет 0.67, то есть он немного падает. Идем назад. Также, если у вас есть какие-то вопросы к таможне, вы всегда можете послать им им e-mail, либо позвонить по телефону. Теперь давайте посмотрим на сам калькулятор. Здесь есть информация для импортеров. Если вы заказываете товар для себя, либо для своего бизнеса из-за границы, вы уже являетесь импортером. И также информация для людей, которые ввозят табак в Новую Зеландию. Если вы ввозите табак, кстати, и алкоголь, то, если вы просто приезжаете в страну, и там есть ограничения, если вы ввозите больше, вы можете ввести больше, вам просто придется заплатить налог на границы. И моя рекомендация ни в коем случае никогда не обманывать в плане того, что вы ввозите в страну, потому что если найдут, будут очень большие проблемы, и придется заплатить большой штраф. Итак, нажимаем на импортер. Здесь вам предлагается создать новую корзину. Нажимаем сюда. И выбираем ту валюту, в которой вы рассчитывались. Например, если вы покупали что-то в Америке, вы рассчитывались американскими долларами, нажимаем на них. Теперь нам предлагают выбрать товар. То есть, что вы купили. Как вы видите, здесь очень большой список. Алкоголь, различная техника, все, что касается автомобиля, детей, одежда, обувь, сумки, электроника, еда, все, что касается здоровья, косметика, парфюмерия, товары для дома, бижутерия и драгоценности. Вы можете выбрать книги, фильмы. Ну, как вы видите, список довольно-таки обширный. И табак, игрушки. Ну, например, выберем категорию. Такую, как, например, компьютеры. Здесь вы должны ввести сумму, которую вы заплатили за данный товар. Также хочу заметить, что таможенная стоимость включает в себя не только стоимость самого товара, но и стоимость пересылки. То есть, например, если вы купили компьютер за 300 американских долларов, и пересылка в Новую Зеландию вам стоила 100 американских долларов, то общая стоимость посылки составляет 400 американских долларов. Вы ввели эту сумму и нажимаете сюда. Здесь вам показывается, что, так как оригинальная стоимость товара была 400 американских долларов, ее пересчитали в новозеландские доллары, получилась вот такая сумма. Налога, как вы видите, нет, но есть GST, то есть НДС, которая составляет 86,96. Если вы опустите чуть-чуть ниже, вы увидите общую сумму, которую вам придется заплатить. Как вы видите, она немного выше. Если вам интересно, почему она выше, что сюда входит, вы нажимаете на знак вопроса, и здесь вам идет разъяснение того, что входит в оплату. Как вы видите, помимо GST, вы должны заплатить еще entry fees. И здесь разъясняется, что такое entry fees, почему вы должны платить и так далее. Вернемся в начало и попробуем посмотреть другую сумму. Например, выбираем также американский доллар, выбираем товар, например, косметика. И пишем сумму, например, 150 американских долларов. Как вы видите, сумма налога составила 45 долларов, и amount due у вас 0. Так как сумма налога была меньше 60 новозеландских долларов, она опускается. Поэтому все зависит от суммы вашей посылки. Также хочу заметить, что если вы вводите табак либо алкоголь, то вот эта сумма в 60 долларов, то есть если там будет налог у вас, например, 45, 46, 20, 30 долларов, вам все равно придется его платить, то есть он не опускается. Надеюсь, что сегодняшнее видео было вам полезно. Все необходимые и полезные ссылки я оставлю в описании под этим видео, так что обязательно заходите в инфобокс. Спасибо за ваше внимание и до новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok